Глава ЧВШ Михаил Игнатьев в Москве принял участие в обсуждении вопросов развития массового спорта. 20 августа собралась рабочая группа по подготовке к совместному заседанию Госсовета России и Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта. На заседании обсуждались ход разработки Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса физического воспитания, а также вопросы социологического обеспечения развития массового спорта. Для решения этой задачи требуется создание современной и эффективной государственной системы физвоспитания. Ее системообразующим элементом призван стать Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс. Предполагается, что комплекс будет состоять из двух частей – нормативно-тестирующей и спортивной. Первая предусматривает общую оценку уровня физической подготовленности, развитие физических качеств и двигательных навыков, оценку знаний, умений, навыков. Вторая направлена на привлечение к регулярным занятиям спортом с учетом возрастных групп. В Чувашии завершен первый этап строительства физкультурно-спортивных комплексов. 24 спортсооружения действуют во всех муниципальных районах и малых городах республики. Обеспеченность населения Чувашии спортивными сооружениями составляет почти 40%, при средних показателях по России – 25%, ПФО – 28%. Вторым этапом развития сети универсальных физкультурно-спортивных комплексов является появление спортсооружений в Чебоксарах. Сегодня завершено строительство одного ФСК. Ведутся работы по возведению двух и планируется строительство еще двух аналогичных объектов. В Чебоксарах создается единственный в России региональный центр олимпийской подготовки по велоспорту – маунтинбайку. В перспективе планируются центры по стрельбе из лука и биатлону. Эффективная политика в области физической культуры и спорта способствует повышению качества жизни населения, улучшает социальную и демографическую ситуации. Так, за шесть лет в Чувашии более чем полтора раза снизилось количество дней временной нетрудоспособности. На 16% снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Впервые за последние 20 лет в республике зарегистрирован естественный прирост населения.